Начали очень смело свапать лайны, как угодно, и типа пофигу. Там, как бы, у них три кора, может быть, они могут быть расставлены абы как вообще, и, как бы, там чуть ли не все три фармят одинаково, и, как бы, вот, нет какого-то такого вот антимага, да, который фармит 30 минут или, там, 40 минут, потом приходит и килл любого. Ну, вот она вот история с антимагом, это, на самом деле, она еще где-то году в 2015-м закончилась, с... боже... Ну, это Вайпер-пятерка, видимо, в такой ситуации, да? Амаров-зефакеров и всяких тайг... А, это... А, это залагало, кстати. Это Вайпер-четверка и Зевс-пятерка даже так решили сыграть. Но я уверен, что вот это они вообще никогда не починят. То есть то, что иногда дропает из Дот-ТВ, это они вообще никогда не починят. Потому что, типа, ну, ты же можешь в него вернуться, ну и чё? Ну, и ладно, ну, дропает, ну и хрен с ним. Ну, пропустишь 10 секунд, ну и ладно. Но, правда, после этого какие-то баги и так далее в игре, например, Тинни с елкой, которая без елки, он как будто бы... Как будто бы держит невидимый какой-то новогодний подарок. Видите, ему дали, он ходит с ним, радостный такой. На самом деле у него есть ветка в руке, но просто её не видно. Так, на Юраге тут нападение, но Ёж довольно крепкий. Ну, хотя на втором уровне-то не особо крепкий, и у Ежа-стиков каких-то нет, поэтому могут его и убить. Но он там уже напшикал. Жёстко! Всё, Лерри, ФБшку. О, забирает, и... Такая вот неожиданная перетяжка от Инчи первого уровня, казалось бы. Но в миде умирает Бума. Это как вообще получилось-то такое, боже? Это очень странно. Как-то такое вообще вышло. Это же просто БЗМ. Тычкура... Ага, ага. Третий получил и затоссал. О-о-о-о. О-о-о-о. Да, Бума позорился глобально, кстати, сейчас. Прямо очень серьёзно позорился. А Марзефакер... Ну, правда, у него старт хороший. Он уже успел подкачаться очень круто на первых пачках. За счёт этого, конечно, у него, возможно, будут дела не так плохо, как я описал. У Миш проблемы, дурачё его хочет убить. Но, правда, Тайга замазал дурачё ядами. И Миша выживает. И Миша ещё и за дурачё гонится. И Тайга здесь. И дурачё выживает. Но, правда, то Туфу уже пришёл, включил тактим, начинает все пизды давать. Пролетел хаммер, но, дурачё, туда, конечно, лететь не будет за этим хаммером. Бум за ранги. О-о-о-о-ой-гад! Селерия, 10-й ранг, получает пизды. Дурачё, 18-й ранг. Эйс, нет ранга. Бум, 138-й ранг. Туфу, 44-й ранг. Амар, за факер, 86-й ранг. Миша, 581-й ранг. У Миши ранг, конечно, скачет. Бзм. Но не просто так дал пизды паку в миде, ребят. Лучший игрок Европы, БЗМ. Первый ранг, Юраги, 32 ранг и Тайга, 61 ранг. Кто-то любит лето всей душой, а кто-то ненавидит жару. Но все дотеры без исключения этим летом рады тому, что могут встретить каникулы на Эпик Лут. Ну где ты еще можешь получить летнюю дотерскую атмосферу, а пройти опасные катакомбы вместе с кункой в бесплатном режиме Трэжер Хантер? Стоять? В бесплатном? Ну да, раз в час формишь пузырьки с ХП и пытаешься дойти до сокровищ. А за победу лутаешь награды, среди которых даже арканы есть. Ну и как я мог забыть о Саммер Баттл Пассе? Стоит он 500 рублей, но для вас по ссылке ниже он бесплатный. Апэш 15 левел, получаешь первую аркану. Апэш 30-й, получаешь вторую. 45-й, третью. А на 60-м уровне лутаешь гарантированный ДК-хук. Вся инфа и промо на 15% и пузырек с ХП для катакомб я оставил в описании к ролику. Заглядываем. Так, ну можно вызвать новых идолонов. Блэк-холл! И дурачё сюда летит. Идолонов бы перед Блэк-холлом вызвать было бы особенно шикарно. И также сюда прилетает ещё и Бум, который ловит Амара Зефакера, который пытается бежать. Но на него снова Болл и дурачё дальше. Лимоносит, и тычка пошла. И... Дурачё забирает Амара. Трахаря здесь. В конце всего этого замеса. Огромными силами оказываются снизу гладиаторы. Но за счёт мобильности дурачё это не так сказывается в любом случае на их экономике. Потому что если дурачё захочет, он может прямо сейчас дать ТП куда-нибудь наверх опять. Ну, как бы он обычно более-менее неплохо и линию стоит. Но даже если у него там линия не сдалась или типа не очень... Там средняя всё. То потом стаки и камбэк. Силерия против Миши дерётся. Ещё и Савуха у него здесь. У Миши проблемы. Вот и Эйс вызывает идолончиков. Мишу будут убивать сейчас, да. Ну и Юраги здесь тоже особо ничего не сделает, скорее всего. Хотя вот уже с БЗМ вместе могут. Тут Тофу встречает Юраги. У Тофу, кстати, шестой левел прокачки. Персонаж Тофу может кинуть шарды, но пока не торопится. БЗМ и дурачё просто убивают. Летит сюда Вайпер ещё. ПАК тут. На стрие ножа. Но эти два героя пока никак не остановят. Поэтому нормально. Чё говорят? По перспективнее говорят. Оооо, как тут Тофу и выйдет стан при помощи шарика. БЗМ он без блинка, но Эйса он, тем не менее, захерачивает здесь. И Эйс блокхол никакой дать, конечно, не сможет. Селери тоже тут ничем не поможет. Хотя Селери до конца там дерётся против Тайги, который харкается в Кентавра. Не, какие же ОДЖИ, да? Какие же они, что называется, наглецы. И вообще. То есть у них Тинья фармит саблю перед блинком. Слардар фармит МОМ. Вот этот МОМ, смотри, как он хуярится с ним жёстко. На, 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 на! Ай! Оп! Кто пиздел на МОМ? Ну вот, то есть Слардар фармит МОМ. Бристалбек, ну, Бристалбек, окей, фармит дефолтные предметы. То есть здесь МОМ, здесь сабля, а здесь травела на четвёрке вайпере. Ну, ждали Вичблейд от пака, возможно. Ну, Мишу находят, на Мишу Койл тратят на паки в падлу, конечно. Хотелось бы какую-то цель-то поярче найти. Вот, например, Тайга. Ну, это тоже цель такая. Это что ж саппорт? Вон Юраги какой-то, Бристалбек. Ой, какая раскрутка пошла. И Юраги, а что если Койл? Нет. Не решились нападать на Ежа, потому что позиции нет. И, возможно, он даже уйдёт? Нет, вряд ли. Хотя тут уже Зевс, Амарзефакер, дурачок куда-то раскручивается. Амарзефакер, оказывается, с блинком нападает на Бума. Буму дают пиздов. И дурачьё попытку лететь, но он тоже погибает. И в это время тут, вообще-то говоря, люди бьют Рошана. Ис хочет дать Блэк Хоул. Ну, он реально даёт Блэк Хоул, кстати. Но его сбивает Тинни, тот самый, гречкой с бочиной. В итоге, вместе с Рошаном, они здесь отдают ещё двух героев. И, на самом деле, они отдают здесь ещё и трёх героев. Пишите, ГГ, долбоёбы. В этот момент обычно говорят, снизу какая-то возня. Ультимейт от Зевса, дурачё. Занимаем Амарзефакер, дурачё. Гениально раскрутился по Амару Зефакеру, который дал туда блинг. В итоге Амарзефакера убивают. Но Юраги с Аегисом, он очень крут, поэтому его, конечно, здесь не возьмёшь. Они тут дальше ещё идут. БЗМ прыгает вперёд, выкидывает Энигву назад. Энигва просто умирает. Пак-аут какой-то пошёл. Опять маги УДЖИ, да. Данпами, когда они соберут, у Юраги появляется Аганим. По этому поводу здесь резко дурачё получают в жбан себе. Бум, без блинка, пытается бежать. Но здесь БЗМ его преследует. А сзади его преследует Юраги, Саленс Асаленс. Но не спастись Паку уже от этой атаки, он погибает тоже. Только какой-то невероятный Блэк Холл. Но вместо невероятного Блэк Холла Эйс сейчас отправится в Таверду, судя по всему. Амарзефакер подъезжает сюда. Блэк Холл! Блэк Холл! И тут же сбивают его, и тут же он умирает. Когда я говорил про невероятный Блэк Холл, это не вот такой Блэк Холл. Это немножко другой. Про это даже говорить нечего, но смысла это маловато. То есть вот у него Нетворс, 5500 там голды почти. Опа, Амарзефакер станет двоих. У Бума проблемки. Бум, пока что спасается. У Таву мало ХП. Мишане его тут душат. Сзади Эйс, разложил Миднайт Пульс. Миднайт Пульс неплохо дамажит по БЗМу. БЗМ вроде как умирать должен. Умирает все-таки БЗМ. Дурачер там раскручивается куда-то. Откручивается. Миша подошел в миллион и ему по башке дал. Очень много. Юраги там дэмэдж наносит, тех замазал. Дурачер, теперь проблемы. Амарзефакер. Фраг спиздил. О, есть вероятность, что его сейчас просто Ти не засолит. А вот и засолил, в принципе. Но Зевс помог ультимейтам. Возможно, без ульта Зевса бы не хватило урона, действительно. К сожалению, очень мало пространства на карте уже, поэтому негде фармить. Эйсо. Ему как бы нужно БКБ, но вообще негде фармить БКБ. Абсолютно. Все под контролем оппонентов. Некуда идти. Просочиться бы куда-то на вражеский бы треугольничек, но... Не бы это как-то сделать. Дурачье. А что это за мув от дурачье сейчас был? Ну, в дурачье иногда вселяется его дурацкое альтер-эго, так скажем. И он делает вот что-то подобное. Это не первый раз такое уже. Да и не последний, судя по всему. Нахер ему лотусу непонятно? Ну да ладно. Собирает-собирает Силерия. Очень больно ему. Миша забирает фраг. Тайга. Гниет. Пытается дать отсюда ТП. Вызывает рейспакт еще. Ну это лишние бабки противнику просто хочет он. Вот, говорит. Сколько там сотку даю? Да, говорит. Сотка. Тайга, нужна сотка? Вот, держи. Вообще не важно, сколько он там что себе нафармил. Тайга получает по лицу. Но Кримсон Гуар цевит нормально. Силерия в очередной раз умирает. Юраги превосходит богов. Тем временем. И заходит на рампу. Ну, в принципе, ничего не боится. А что ему сделать-то? Его, чтобы убить, надо, чтобы его просто в пятером все били. И вообще, чтобы ему никто не помогал и так далее. А тут дурачок куда-то поехал. БКБ нажимает. Ну поможет ли тебе это БКБ, братишка? Что-то не похоже, что поможет. Да, Юраги? А может быть, все-таки под фонтан пошел БЗМ выкидывает Энигму. Блэхоул! Не будет Блэхоула. А БКБ тоже он не смог нажать, к сожалению. Юраги дальше пошел. Все. Все, поехали, говорит. Поехали. Выкупы пошли. Но Энигма без выкупа, к сожалению. Дурачье. Очень много КП теряет. Сзади БЗМ. Башни пытаются дать друг другу пять. БЗМ БКБ нажал, а Мерзефакер танцует. И даже не стал выкладывать мантии в этот раз. Но я бы не сказал, что эта игра не была совершенно неинтересной. Или типа того. Она была более-менее интересной. Вот до этого момента. А потом уже да. Вот что, конечно, в доте немножечко смущает. Ну, правда, я думаю, что с этим невозможно практически побороться. Да, может быть, все-таки и не нужно. Потому что это лишит нас изредка возникающих красивых камбэков. Но это я к чему? Что вот здесь все стало понятно. Но закончилась игра здесь. И берут Слардара. Слардара решили взять. Получается, Марси Слардар коридорчик у нас такой. Довольно опасный. Слардар станом замедляет. А там герой не двигается. Ему больно. Так. Вайпер пятерка, видимо, опять. Судя по всему. Опа! Вайперы перекинули с прогиба. И блочит его пенечек! Блочит пенечек! Уже не блочит пенечек. Был бы тут, кстати говоря, еще кто-нибудь. Да вот даже Пак. Они бы этого вайпера просто могли бы убить. Потому что вайпер крайне медлительный герой в начале. И у этого конкретно вайпера ни статов, ни стиков, ничего не было. Они просто забили бы его руками, скорее всего. Но никто не подошел. И даже Зевс был где-то далеко. Залагала. Классика. Отлагала. В смысле, не отлагала. Все, отлагает. Лучше, чтобы в начале так залагала, чтобы потом не отвлекаться. А сейчас это абсолютно в каждой игре происходит, кстати. Ну, расчет. Гонится здесь за Юраги. Но у Юраги... У Юраги стики. И хилку Миша. То есть Миша вообще по барабану, что хилка ни хера не хилит. Он все равно ее дает. Отводит здесь Крепочков. Михаил идет мешать. Но он не помешает, потому что рядом Селерия. А там Алхимик погибает. Каким-то образом. А Марзефакер здесь вместе с Тайгой прям под вышку ворвались и трахнули Алхимика. Ну, это вот... Это вот очень жадно так играть, на самом деле. С монеткой. Без стика. С монеткой. Ну, короче. Эйс опозорился. Монетку там на третьем, на четвертом уровне даже берут. Сейчас тоже вряд ли будет какое-то продолжение. БЗМ убивает дурачье. Вот оно что. Пропустил я этот ганг. БЗМ с ТПшки, похоже, да? Да, БЗМ загангал. Ну, неожиданно достаточно. По шестому уровню, как правило, не хочет никуда ходить. Но дурачёдно выпендривался, оказался достаточно далеко. Ну и вот эти возможности Марсе на ваших экранах оказываются рядом. А Марзефакер убивает Тофу на нижнем коридоре. Но Тофу уже с этой линии пора валить. Я не знаю, он приклеился к этому коридору нижнему. Но, по-моему, именно стоять уже здесь его не получится. Так. Эйс, на очке. Потому что Амарзефакер хочет его трахнуть. Но на самом деле, скорее всего, трахнут Тайгу. Опозорился Тофу. Но Селерит даёт ТП. И всё-таки забирают они Тайгу. По этому поводу. Ну и Эйс сейчас должен шестой уровень получить. Ему должны оставить обязательно экспу здесь. И чекать что-то. Он вард вражеский не нашёл. Что-то тут такое происходит непонятное. Ну и Эйс фармит кучу стаков. Рядом с ним Селерия. На всякий случай помогает и Бум. Это всё дело контролировать. Дурачё. Продолжает просто качаться против Юраги эффективно. Эйс закидывает Эсид Спрей в пенёчков Инвокера. Но... Ой, Инвокера Фуриона. Но на него тут неожиданно нападают. Перекидывают через Дрим Койл. Вот то, о чём и говорилось. И... Пенёчки Фуриона возвращаются, чтобы Алхимик нафармил их. Но на самом деле только один пенёчек умер, так что пофигу. У него же просто вообще ничего нет. Он как будто бы саппорт. Бзэм убивает Бристалбека снизу. Вместе с Мишей и Амаром Зефакером. Для Бристалбека без сапплей. Не, но он раскачает. Он раскачает. Или... Опа. Ой! Ну вообще, он увидел свою смерть. О, агоним. А вот и он. Всё. Поехали, говорит дурочё. Let's go! Вот этот вот Супернетворс у него. Но дальше что мы наблюдаем? Вот этих вот трёх Бичар просто. И ДК, который тоже всем уступает. Ты, да? Которые вообще без шмоток могут быть полезными. Ну, как ни странно, какой-то варлок, например, да? Которому не нужна ни одна шмотка, чтобы кинуть свои 3-4, возможно, полезных заклинания, да? Есть какой-то дизраптор. Вот такого свойства героя. А есть герои типа Вайперы и Тускары, которые без шмоток на самом деле сосали. Ну вот... Ну ладно, короче, пишите ГГ. Стратегия не сработала чё-то. Чё-то стратегия не сработала. Ой, ой, ай, ой. Ай-яй, ой. Ой. Амарзефакер БКБ себе фармит. Мишаня здесь бегает по Скануа. Опа, о-о-о-о-оу. Охеретик развалило. Но дурачё, один против всех, один против всех. Так. Что же будет дальше? Что же он придумает? Что же придумает этот гений? А мне вообще По хую, говорит Не, ну это, конечно, смешно весьма Вот так вот Вот так вот Пенечки отрабатывают По вышке, алхимик сдох Почему Почему Игра гладиатора Выглядит, как будто бы это Чисто пять мужиков Пять мужиков, которые Играют, ну в дот не играют Там в кс какой-то или типа того Поигрывают, ну во что-то другое Но они, типа, постоянно вместе катают И они такие, типа, говорят, давай зайдем Стратежку, стратежку, типа, исполним Алхимик, там, и гоним Они такие, да, давай, типа, колян нормально будет И они, типа, короче, зашли Ну их просто ебут, потому что так оно Обычно и заканчивается Глист этот зеленый, ай Нет, я же попросил, только не глист Ну глист быстро отклеился, у тофу проблемы А мы дурачё его с прогиба перекинули Но тут, эйс, жесткий стан Дурачё, дурачё, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Дурачё трахает Давай-давай-давай-давай-давай, дурачё, красавчик Давай, дурачё Блядь Ну марса не убили, кстати ой эйса поймали на фейзах уходят но его гонит амар за факеры про факел но на самом деле конечно нет поселили погибает рыба долбит нормально здесь пушат вниз не на очки вот это да рыбу рыбу подсекай клюнул сом дурачье он стоит загнали его как сбить как сбить убить бзм бзм быкует ах ты же бзм сосать рак и бараки стоят так это кумбэг ульта нет так рошан рошан тем временем погибает но за двое драка будет битва боя драка толстые тела в экстазе миша не убивают амар за факер добрый нормально офигеть что-то так случилось у него ебальник лопнул дурачье ай 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 больно в ноге все умерли гага вот и шутеечки конец дорогие друзья шутеечки и и и и